Доброе утро, наши дорогие друзья! Сегодня у нас последний день на даче. Сейчас соберем свои вещи, попьем кофейка и будем ехать. Отнесу маме радиатор, брал радиатор, чтобы не было холодно у нас. Кстати, хорошо прогревает. Прямо два этажа прогрел. Сделал себе кофейка. Люда уже свой кофе выпила. Сейчас перекусим и будем потихоньку собираться. Котика я уже покормил, дал ему сосисочку, налил молочка. Мама приходит, его здесь кормит. Хороший кот. Морда такая некрасивая, но сам котик хороший. Добренький. Вот такой вот, ребята, у меня получился кофе. Самый лучший кофе это лаваци. Мне очень нравится. Другие мне как-то не так. Очень вкусные. Пенку дают правильную. Увидите сами. Все, ребята, дачный сезон потихоньку заканчивается. Уже сентябрь месяц. Еще чуть-чуть октябрь. И мое день рождения скоро. 25 октября. Здесь такой прудик. Кстати, тут есть жабы. Шкреки. Домик. Так, здесь бассейн стоял. Уже убрали. Бассейн уже убрали. Очень много персиков в этом году было. Но они не крупные. И они посыпались. Это грушка. Груша. Сейчас покажу вам сколько персиков. Тут яблоки. Там компостная яма. Так. Цветочки. А вон персиков. Смотрите, сколько. Персики. Сыпятся. Мама сегодня должна прийти курьям забрать. Они клюют их. Здесь баня. Вон за синей дверью баня. Беседочка такая. Туда места. Туалет. Это все, что попадало. Тоже мама заберет. Это водонапорная башня. Вышка. Сюда идет вода в дом. Это вчера я шашлыки здесь делал. Вот такая вот дача. Орех. Падает. Ореха в этом году. Капец. Очень много. Он лютка. А вот это дача. Домик. Сейчас отсюда покажу. Может, будет виднее. Сейчас покажу. Это домик. Такой двухэтажный. Это вот. Где окошки. Это пристройка. Она холодненькая. Но мы сегодня там спали. Поставили радиатор. Было комфортно. Это кот. Макарон ему еще насыпал. Это теплица. Это теплица. Они редко приезжают. Он вахтовик. Вахтовым методом работает. Они только летом приезжают. Здесь виноград. Здесь виноград. Здесь наш бойчик жил. В этом году он вздох. Пес. От старости уже. Хорошая собачка была. А здесь малинник. Малина. Кстати, малины. Казалось бы, вроде как много. А ты собираешь ее, она вся сыпется. Рассыпается. В руках. Это березка. Вот такая вот, ребята, дача. Здесь, кстати, очень много дач продают. И можно выхватить дачу по нормальной цене. За 700 тысяч, например, можно шикарную дачу купить. Что-то такое, чтобы просто ездить сажать. Помидоры, огурцы можно купить за 200 тысяч. И тут рядом река Дон. Ну, вы видели, да? То есть, можно еще и летом отдыхать, купаться, ходить. Шашлыки жарить, приезжать. Если что-то попроще такое взять, можно. Отдаленность от города небольшая. Везде есть электроэнергия, кто подвел себя к дому. Единственное, что нет газа. Единственное, что нет газа здесь. Такие помидорчики черри небольшие. Вот так вот, ребята, такая дача. Сейчас потихоньку будем вызывать такси. И будем ехать на квартиру. Вон, кстати, виноград поплелся. Видите, виноград залез. Так, в той стороне, в той стороне уже река Дон. Перчик. Попадал перец. Надо пособирать. Вот такая дача. Так. Все, кофеварку можно выключить. Мы ей уже пользоваться не будем. С розеточки выключаем. Так, тут еще заряжается телефон. Вот Люда делает бутерброды. Та, немножечко видео запишу. Показал окрестности. Люда делает бутики. О, на ромашке. Я уже про нее и забыл. Я такой сырок покупал. Как я вчера забыл принести? Ну, вчера я принес же. Как тебе спалось, расскажи. Ой, ребят, плохо. Расскажи, почему. Мышки маленькие тут. Ну, как, они в доме. Мы спали с дочкой на первом этаже. И мыши прям, блядь, ой. Блин, извиняюсь. Блин, над головой, блин. Вот так, блин, прям шуршали. Блин, над головой. Короче, маленькие полевые мышки. Тут они везде. Но они в дом не залазят, а именно вот под домом ходят. Но, но, но. Саша любит успокаивать. Он сказал, так, иди к нам. Я говорю, не хочу, там будет мало места. А он говорит, ну, жди пока на нос залезет. На лоб, я сказал. И я вот так оказалась на втором этаже. Никиточка. Ты что командуешь? Я не понимаю. Я снимаю видео, так что, пожалуйста, не кричи. Ой, надо милане руки. Ай-яй-яй. Я говорю, может персиков собрать пойти. Ну, персики они все какие-то в этом году червивые. Я знаю, как это везем. Да. И мошкара, и мошкара летает, кстати, на перси. Вкусные, да. Вот это здесь летает. У нас не вкусные. И груши вкусные. Вот сорт груш. Я не знаю, как он называется, правда. Сейчас покажу. Наш, Саш, помнишь, шашлыки еще остались? Ну, шашлыки, все, бери. Вот такая грушка. А мы обязательно еще есть. Какой сыр? Я думала, нет сыра. А где колбасы? Не положила, наверное. Ну, вот так вот сделай, да. Никиточка, я забыла, еще сырок тебе не отрезала. Сейчас отрежу. Да, в общем, продукта нам хватило. Ну, рассчитывалось на больше времени. Да, мы думали, что еще будем понедельник-вторник. Милан, пожалуйста, он грязный. Чехол убери от еды. Получается, что... А получается, что... Сырочек тебе дать? Они такие кушные. На. Не надо? Она вкусная. Милан, на. Сырочек. Кушай. Никита не захотел. На. Я ему и дал кусочек, хорошо? На, еще. Что ты шмыркаешь? Так, может, не знаю, что-то у меня сопли. Так, может, горячее сделать? Ну, делай, делай горячее. Или не надо. Или не надо. Так, сидим. Да. И это горячее не надо. Так, надо маме... Санкция вот так вот стучит. Стучит. Маме надо радиатор отнести. Выбрали радиатор вот этот вот. Он, кстати, очень хорошо греет. И вот снизу еще и обдув идет теплым воздухом. Приятного аппетита, сынок. Может, тебе свет включить? А, все, тут уже... Мамы у меня работают? Ну, походу, да. Перегорели, наверное, лампочки. Кушай. Я сегодня на коровку. Ага. Что, это паучок у тебя? Нет, это коровка. Коровка. О! О! Люда сделала бутерброды. О, какие бутерброды! Так. От недосыпания. От недосыпания. А ты что, уже помнишь бутерброды? Нет. У меня еще тут... А, у меня тут немножко кофе осталось. Ну, давайте кушать бутерброды. А ну, кусай. А я, кстати, люблю на такой булочке. Пуковки какие! Так, ребят, зашел к маме в гости. Занести радиатор. Так вот, у мамы, у моей. В доме. Купили такую стеночку они. Ох, как красиво. Мама! Говорю, ох, у тебя и красиво здесь. А? Красиво у тебя здесь. Да? Да. Я же стенку еще не видел. Я не буду. Заходите, заходи. Красиво. Хорошо? Хорошо вообще. Вообще супер. Калина нарвала, да? Да. Красиво. Я так на носочках зайду. Да, Саш, тут еще у меня не видно. Ну, красиво, красиво. Глянь, сервизор оставила. Это скатерть, то, что ты покупала, да? Это я купила, да. Цыганская. Цыганская. Вот она подходит под все. Все, мы потихоньку тоже уже собрались. А что это у тебя за весы? Были такие весы, да? Да, это дядя Волга шнул. Хорошо. Хорошо, хорошо вам. Вообще. Все, комод разобрали. Глянь, сколько места стало. Комод разобрали. Глянь, говорю, сколько места стало. Комод разобрали. И диван этот лишний вывесили. Ага. И оно получилась у нас такая вот. Зона. Такая красота. Зона. Зона. Комфорта. Коврик постелили, правильно. Еще на следующий месяц поменяем комод. Вот этот вот. А, я думал, вы его разобрали, а вы его туда убрали. Ну, там нужно его полностью ремонтировать, так проще купить новый. Ну, да. Только надо покупать, спрашивать, он собранный или нет. Хотим купить вот такого цвета, как мебель. Угу. И будет такой хороший. Ну, хорошо, мам. Прям хорошо. Прям хорошо. Прям уютно-уютно стало у вас. Угу. Очень хорошо. Это же, как ты нам мама мне подарила ковер. А, хороший ковер. Хороший ковер, шерсть адона. Хороший, хороший. Сейчас все эти ковры, они и денег стоят. Да. Сейчас попробуй такой купить ковер. Да. Но такой где-то больше 10 тысяч стоит. Ну. Больше 10. Если, Саша, сейчас палас обыкновенный синтетический. Да, мы хотели, кстати, кинуть палас, зашли в Галактику, а там такие коврики небольшие. Короче, между кроватей, в детской. Как минимум 900 рублей. Как минимум. 800? 900 рублей. Метр. Ну, такой, чтобы... Ну, да, да, да. Ну, такой волосатый, знаешь, это как у нас в зале. Ковер вот такого типа. А есть дешевле, есть по 300 рублей. Есть, есть. И вот этот вот, что у нас на веранду я вынесла. Ага. Тот дешевле был, конечно. Я не помню, что-то 280 рублей. Да, 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 да. Метр стоил. Ой. Ой, мамочка, ну все, пошел я. Потому что там уже ждут. У меня. Уже одели. Сейчас будем такси вызывать, будем переть. А ты... А слышишь, это самое, включишь, куда вы положите, потому что нам... Я разберусь. Хорошо. Я разберусь, я знаю, куда их положить. На камеру говорить не будем, куда. Ладно, мам, все, пока. До скорых встреч. Ну, давайте, зря вы что сматываетесь. Ты бы хоть завтра на работу, тебе не было бы проблемы. Не будет мне проблем, я завтра к стоматологу буду мне на наш зуб делать на полдесятого. На полдесятого, аж не буду сюда-туда ездить. Я там уже приеду, схожу к стоматологу и приеду сюда. И завтра я, наверное, останусь у тебя. Ну, да. Скорее всего. Ладно, мам, давай, провожай меня. Провожаю, сын. Провожай. Красиво, красиво. Эти дети. Саша, я вот тут сижу, стол же вот так ставил. Сижу, как поднимаю голову, а Аделина сидит на краю. Ноги свесила. Ты представляешь? Я чуть не умерла. Аделина, немедленно... Конечно, ноги переломать. Ноги переломать. Сорвется, сидит на гарбе, так телепает. Ладно, мамуль, все, давай. Поднимаюсь наверх, кровать вот так вот вся. Ну, они прыгали на кровать. Прыгали, и что они только там не делали. Ой, вам бы еще эти двери все вот эти вот такие поставить нормальные. Ну, и чего здесь? Здесь диван вынесли, да? Ну, вынесли, да, диван. Ой, кошара, кошара забежал. Ладно, все, пока. Всего хорошего. А ну, придержи, берете, берете. Дядя Вова так и не подключил лампу, да? Так у него оставалось время. У него уж оставалось время. У него уж оставалось время. Он вытащил полно сюда. Все. Заложил лестницу, да? Все, теперь дырки нет. Молодцы, молодцы. Вот это мне нравится. Вот это вот, вот молодец вообще. Вот это вот, в этом плане он молодец вообще. Молодец. Молодец. Теперь же он еще плитка у нас есть. Еще мы докупим плитку. И вот это все выложится плиткой. Да? Ну, конечно, так же бетоном не оставишь. Вот здесь, видишь, он же все поубирал. Вот. Вынес эту щебенку. Правильно, правильно, правильно. Вынес эту щебенку. И огород у нас почти убран. А у нас там чуть-чуть кучи повыносить осталось. И все. А так все, все сделал. Конечно, молодец. Вчера он... Бассейн разобрал. А вот это вот уже, я говорю, он... Я не успеваю. Я говорю, Волк, ну не успеваешь сегодня, сделаешь друг. Конечно. Это такое дело. Конечно. Это не такая великая проблема. Ладно, мам, давай, все. Поехали мы. Все, ребят, мы тоже уже сейчас будем потихоньку выезжать. Вызывать такси, да будем ехать. Хорошо тут. Хорошо. Единственное, что у нас погода немножко подвела. Дожди были два дня. А так, в принципе, шашлыки пожарили, отдохнули и погуляли. Вообще супер. И дети побегали, отдохнули тоже. И у бабушки побыли. Да и мы тут свои дела поделали. Ладно, ребят, увидимся уже, скорее всего, в городе, в квартире. Возможно, сегодня выйдем в прямой эфир, посмотрим. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До скорых встреч. Пока.